Дорогие друзья, после обращения к вам на азербайджанском языке, я делаю это обращение и на русском языке. Потому что прошедшие дни мне показали, что звонящие мне очень известные из Азербайджана ученые, народные артисты, деятели культуры, науки, искусства, звонили и выражая свою благодарность за то, что я выступил на русском языке. Я принимаю тот факт, что, видимо, некоторые смотрят эти обращения, если они на русском. Поэтому я вслед за своим выступлением на азербайджанском языке, сегодня, 28 июня, хочу сделать заявление, обращенное к руководству страны, уважаемому президенту, первому вице-президенту, по поводу вчерашних событий. Вчера я просмотрел ролики о происшедшем в клинике Буна Дея Интернешнл Хоспитал. И эти ролики не дают возможности быть спокойным, я думаю, что каждому из просмотревших их. Но, в отличие от них, являясь профессором судебной медицины, медицинского права, биоэтики, я чувствую себя обязанным поднять этот голос и привлечь внимание руководства страны к тем безобразиям, которые происходят в нашем секторе здравоохранения. Это показательный случай. Таких случаев мы не должны пропускать мимо. Первый раз такого рода обращения я сделал на имя президента страны несколько лет тому назад, в случае с Элиной Гаджевой, когда через несколько дней после командировки я обнаружил в сетях интервью родителей и понял, потому что уже из этих фактов было видно, какие грубейшие нарушения законодательства, как со стороны органов образования и здравоохранения имели место. Поэтому я обратился, начав именно такими фразами, что то, что произошло, это лакмусовая бумажка того состояния, в котором находится азербайджанское здравоохранение и образование. Вчерашний случай является лакмусовой бумажкой того, в каком состоянии находится азербайджанское здравоохранение и в каком состоянии находится уровень моральных ценностей в нашем не только здравоохранении, но и вообще в нашем обществе. Немного о фактах. По-моему, вчера утром я получил этот ролик от одного из моих друзей, в котором увидел мать, стоящую у шлагбаума при входе в эту клинику Бонадея. Ее подзывает журналист и говорит, расскажет, что случилось. Она говорит, что здесь несколько дней назад скончалась моя дочь, я не могу получить ее труп для того, чтобы похоронить. Почему? Потому что я должна заплатить деньги согласно контракту. По контракту это было 45 тысяч монат, 8 тысяч монат было дано авансом при ее поступлении 8 июня 2020 года, после того, как Национальный онкологический центр отказался ее принять и оказать медицинскую помощь. Поскольку она находилась в поздних стадиях онкологического заболевания и сказали, что это неизлечимо, везите домой. Но эта клиника Бонадея, узнав о том, что в этой клинике есть специалисты, мы привели, они сказали, что мы можем помочь, приняли лечение, мы оговорили сумму, мы готовы были все это оплатить, 8 тысяч авансом дали. И потом, вот несколько дней тому назад она скончалась, я не могу сейчас получить труп для захоронения. Я принесла деньги, чтобы доплатить еще 22 тысячи, потому что нам было сказано 30, но оказывается я неправильно поняла. Они имели в виду 30 плюс к тем 8, поэтому 38. Сейчас у меня денег нет, я в карантине и я вижу женщину, которая находится в маске, чтобы подтверждать, что это не фейковая новость. Потому что много фейков во время карантина было, что я сказал своему другу, что я не могу комментировать этот фейк. Но когда понял, что это не фейковая новость, я действительно ошарашил. И сделал первое свое видеообращение, которое вы можете видеть на моем фейсбук странице, обращение к клинике с просьбой о том, что удовлетворите просьбы, даже если законные точки зрения они вам должны и так далее, или отказываются. Но я по виду этой матери, я вижу, что она не отказывается от денег, у нее этих денег нет. И я по этой новости еще не имел представления, что когда умерла девочка, думал, что это, наверное, произошло ночью, и сегодня утром они ее хотят забрать, похоронить. Поэтому я в очень мирном, культурном, скажем так, конструктивном плане даже сказал, что я могу стать посредником, дайте труп девушке и заключить новый нотариальный договор, что вот вы выдали труп, и в течение какого-то периода времени деньги оставшиеся эти, они заплатят. Потому что женщина говорит, что я не буду прятаться, я готова продать квартиру, машину и так далее, но в карантине, где мне эти деньги взять? И это было такое обращение, что я не смог остаться равнодушным, обратился к клинике. Через несколько часов мне сообщили о том, что девочку, труп девочки был выдан родственникам, и я на фейсбуке выразил свою благодарность, и в том числе сотрудникам клиники. Каждому, кто проявил поддержку и поддержал их в социальных сетях, потому что за еще не было даже суток, уже более тысячи человек выразили свое негодование, возмущение и благодарность. Поэтому то, что ночью я получил по социальным сетям, и потом я уже помню, что в социальных сетях уже многие из вас видели, выступление родителей этой девочки, которые сидят и говорят о том, что, оказывается, было поставлено это жесткое условие, о том, не выдадим, пока не дадите денег. И потом, когда отец, ветеран Карабахской войны, сотрудник Министерства внутренних дел, бывший или, может быть, настоящий, который признает о том, что я участник войны и видел и в правоохранительной своей деятельности, и на войне много трупов, я, когда зашел в палату и видел то состояние, в котором находится моя девушка, моя девочка, я мог ее представить, потому что я судмедекспи, и он говорит, что она опухла в три раза, был гнилостный запах трупа, вы не знаете, что это за запах, и я бы сразу понял, что клиника наверняка даже выдала только из-за того, что потому что уже держать девочку не могли. Родители держали в заблуждении, что ее хранят в морге или в холодильнике, а она оказалась, и отец видит ее на реанимационной койке, подключенной все еще к аппаратам искусственного поддержания жизни, и говорит о том, что то, что он описывает, это трупные изменения уже третьих суток. Третьих суток. Как можно допустить такое? Какое отношение нечеловеческое должно быть у этих человеков, которые, в кавычках, которые видят это и не протестуют, находясь в этой клинике? Могла выздороветь девочка? Я задаю этот вопрос и сотрудникам клиники, и тем, кто меня смотрит, и тем, кто будет смотреть. Я задаю этот вопрос и к руководству страны. Могла эта девочка там поправиться в тех условиях, находясь в руках таких людей? В условиях, когда врачи, онкологи и других клиник сказали, что ваш ребенок безнадежен, так взяв ребенка в этой ситуации, оказав возможное и невозможное, вы нарушаете тем самым не только юридические, вы нарушаете нравственные основы врачебной профессии. Как можно так поступать? С юридической точки зрения, человек умр, он должен быть выдан родственникам. Если у вас остаются невыполненные обязательства, и они потом не будут выполнены, обращайтесь в суд. Примите мое предложение, которое я вам сделал, в тот же день, как она умерла, допустим, заключите новый контракт, договор с ними о том, что вы выдали у них долг, но держать труп и делать его объектом купли-продажи, понимаете, это не совмещается ни в какие рамки. Я сожалею, что с 2013 года наше предложение, которое мы представили в Мили Маджлис, о том, что права человека в системе здравоохранения должны быть усовершенствованы, и это уже 7 лет ничего не делается при нашем попустительстве со стороны депутатов сектора здравоохранения. Но я сожалею о том, что люди даже на нравственном уровне не воспринимают это так поверхностно, потому что разве нужны здесь законы? Разве азербайджанский народ с его отношением к детям, с его отношением к умершим, к трупам, может поступить таким образом, как это поступили? Ведь такое отношение мы видели только во время Карабахской войны, как относились к азербайджанским трупам на полях сражений, после Ходжалинской битвы. И сейчас мы это видим в самой одной из лучших клиник нашей страны, азербайджанской, которая был открыт. Нельзя такое прощать. Я считаю, что на это надо обязательно среагировать, и эта реакция должна быть не в социальных сетях, Эта реакция должна быть по официальным источникам. Именно поэтому я делаю это обращение к президенту страны, как главе государства, к первому вице-президенту страны, как официальному лицу, но и как врачу, как руководителю биотического направления в стране, как первому вице-президенту Всемирной Ассоциации Медицинского Права, который в 2017 году представил от имени Всемирной Ассоциации награду Мехри Банханам, уважаемый доктор, врач и вице-президент в то же время, который получил эту награду 50-летнего юбилея Всемирной Ассоциации Медицинского Права, для того, чтобы сделать шаги, чтобы право в здравоохранении восторжествовало. У нас не работают законы в системе здравоохранения, я говорю это ответственно. Тот же случай, в котором меня попросила семья Элины Гаджевой после моих выступлений в прессе стать независимыми членами экспертной комиссии, и как их просьба, даже обращенная к главе государства, не была исполнена, что нарушило правовые основы не только системы здравоохранения, но и правовые основы уголовного расследования, когда у любой из сторон имеет право, она ходатайствует о внедрении в комиссию независимый эксперт. Я промолчал. Я промолчал, потому что я видел, что та ситуация находится под контролем, но эту ситуацию не услышали. Я молчал по многим случаям, и в основном это вопросы по системе здравоохранения, но этот случай, я считаю, что если я промолчу этот случай, в этом случае, в этом случае Югар Мамедов больше не может стать уже в Югар Мамедов. Я не могу продолжать быть и считаться профессором судебной медицины, медицинской правой, если буду молчать. Поэтому я прошу вас рассмотреть это, дать указания, чтобы правоохранительные органы разобрались в этой ситуации, выслушали бы семью. Если надо, по медицинским документам я могу участвовать тоже в этом процессе, для того, чтобы правильно идентифицировать целесообразность лечения, правильность этого лечения и время наступления смерти. Потому что это очень важно, если держали это искусственно для того, что это меняет полностью весь, может поменять весь ход этого дела. Это нечеловеческое обращение. За такое нечеловеческое обращение был проведен Нюрнбергский процесс в свое время. Поэтому если мы имеем в наших рядах таких людей, этих людей мы принимать не можем. Я делаю этот призыв, я также делаю призыв к тем, кто сейчас смотрит это видео. Со вчерашнего дня в Фейсбуке я получил очень много поддержки за то, что я поделился. И даже были люди, которые говорили, что мы призываем, давайте создадим фунт и соберем деньги для того, чтобы помочь семье. И в этой ситуации я делаю призыв к вам, уважаемые друзья. Вот каждый, кто выслушает и согласен с моей точки зрения, поставьте лайк, как голос поддерживающий эту точку зрения и поделитесь. Я хочу, чтобы максимально больше, чтобы я видел, что в стране есть поддержка этой точки зрения. В стране есть точка зрения общества, которые недовольны системой здравоохранения. Потому что каждый ваш голос, это голос, говорящий за правду. В Коране Кэрим священно нашей книге говорит, что вы не хотите править и не хотите править. Я знаю, что здесь права этих людей. Я обращаюсь к родителям. Я не знаю имени отца, но я видел имя матери Эльнура Мамедова. Я видел кадры этой девочки, и я перед духом, перед прахом этой девушки, я тоже говорю о том, что это право, справедливость, это самые высшие блага, существующие в человечестве, исторические, во всех географиях. Люди должны были за это бороться. Есть вещи, которые нас ущемляют в этих правах. Мы можем подождать, потерпеть. Есть вещи, в которых мы должны говорить. Поэтому я обращаюсь к каждому, кто смотрит это видео. Поставьте лайк, поделитесь. У меня в Фейсбуке несколько тысяч человек. Если каждый тысяч человек поделится со своими тысячами, это будет много тысяч человек, и нас услышат. Мы должны довести до того, чтобы руководство этой клиники понесло наказание. Это наказание должно быть публичным. Я не говорю, чтобы посадили, но они и все наше общество, и все люди, которые разделяют эти точки зрения, потому что есть и такие, они должны знать, что большинство людей это не принимает. Мы требуем законов, работающих в здравоохранении. Сегодня посмотрите в Фейсбук моей страницы. Люди пишут о том, что в частном секторе здравоохранения происходит произвол. Неделю, две недели тому назад я говорил в своих выступлениях на студиях «Бумеранг» и «Лав ТВ», потому что мне закрыли цензурой выход на все другие телеканалы. После того, как я сказал, что Оперштаб коронавирусной пандемии производит неправильную стратегию. Уже доказаны ошибочные шаги они предприняли. Уже сколько можно экспериментировать над людьми? Сколько можно? И до сих пор вы ведете народ и государство в катастрофу и в эту яму. Вы даже не понимаете, куда вы ведете. Люди, которые сегодня процессом руководят, они не осознают проблемы. Они не знают, как бороться с этим. Не имеют понятия. Бегут за поездом и экспериментируют. Я уже все эти вопросы высказал на Фейсбуке. Можете посмотреть и познакомиться. Но среди комментариев, которые там есть, вы увидите о том, что люди стонут от происходящих безобразий в частном секторе здравоохранения, который сегодня не принадлежит людям и врачам. Поэтому не надо винить врачей. Поэтому в моих статьях и в Асполитике, и в других, я четко разделяю врачей от организаторов здравоохранения, которые разрушали эту систему. И сегодня мы имеем параличие этой системы благодаря их деятельности или бездеятельности. У нас в стране нет культуры отставки. Все ждут, пока сверху не снимут. Но в данной ситуации надо подумать, что мы сделали за эти годы для нашей страны, кроме того, что построили и заработали. Вопрос не в этом, что построить и заработать. Вопрос в том, что вы сделали для того, чтобы обеспечить право этих людей на здоровье, право этих людей на жизнь, право этих людей на труп, после того, как он умирает в лечебном учреждении, даже после того, как за него выплачивают день. Невозможно смотреть спокойными глазами выступление матери, которая говорит, что я хотела на несколько часов хотя бы до похорон привезти ее домой, но когда я увидела в том, каком она состоянии, многие из вас не знают, что такое гнилосно разложенный труп, но когда я увидела в ее состоянии, я сама ее обмыла и никого не пустила, чтобы никто этого не видел. Потому что надо увидеть и понять, и почувствовать, что может испытать родитель при омывании такого трупа. Нельзя до такой степени быть не человеком, не людям. И в данной ситуации я, может быть, и выступаю эмоционально, потому что я всю ночь был очень эмоционально выступать или не выступать. Я принял решение это сделать. Я прошу вас всех меня поддержать. Это первое. Второе, я обращаюсь к родителям, потому что я вижу, в каком шокированном они состоянии. Это неудивительно, потому что они пережили в эти дни такое. Они, выступая перед экраном телевидения, они даже не знают о том, что правильно ли это выступать или нет. Они не знают, что можно сказать, что нет. Это чувствуется они. Но они сказали, я хочу их поблагодарить. Я думаю, что дух этой девочки, Табасу Мамедовой, их правильные шаги не помогут, может быть, ей, но помогут правде и справедливости. На этом я заканчиваю свое обращение. Благодарю вас. Делитесь и поддерживайте.